Господи, благословим! Единственное, не то, что пожелать, а дай Бог, чтобы и молодое поколение, и те, кто придут, еще не родились, чтобы они сохранили то общие человеческие ценности, которые присущи каждому человеку на этой земле с рождения. Это невзирая, не надо никаких законов, приказов, это рождается самой суть человека. Субтитры создавал DimaTorzok Ты тоже грамотный стал. Веру отринул, что на тебе шею терла? Мы с Верой-то, с Богом-то как-никак жили, не велись, не вертелись. Эван, ты парнишка-парнишкой, а все что-то ищешь, мечися. Че ищешь-то? Разобъяснил бы мне темный. Молчишь. Ну ладно, ежели уж без Бога обходитесь, гладны, хладны, хоть родную землю почитайте. Забудешь родную землю, могилку мамкину, вовсе тогда завертит тебя смерчем бурью. Ни годов, ни дней не заметишь, осыплешься на землю дряхлой, старой, одинокой. Остановишься над обрывом ни сги, ни голосу, ни духу живого, ни дна, ни покрышки. Это и будет тебе предел, своеручный ад. Какой сотворил, такой получай. Виктор Астафьев. Последний поклон. Что такое, по-вашему, любовь к родине? Любовь к родине. Знаете, есть такой магнитик распространенный в Донецке, в Донбассе. На нем написано. Донецк, я тебе... Донецк, я не уехал, я остался с тобой. Вот это и есть любовь к родине. Золотые маковки церкви над рекою Земляника спелая с парным молоком Я бегу по скошенной траве А надо мною Небо голубое высоко Я еще мальчишкой лет пяти И радость моя поет И счастье мое летит Поэтому все очень просто Депросто? Да, депросто оманил авто Помоги у Господи всем спастись и разместись перед день Морозным утром 22 декабря 1849 года К столбам, надев на них балахоны, привязали петрашевцев Задробил барабан, солдаты прицелились В последнее мгновение казнь заменили каторгой И Достоевский А главы преступления и наказания Русский вестник публиковал одновременно с тем Что выльется потом в войну и мир В это мгновение стал верующим Не помню другого такого счастливого дня Я ходил по каземату и все пел Громко пел Как оглянусь на прошедшее, да подумаю Сколько даром потрачено времени Сколько его пропало в заблуждениях В ошибках, в праздности В неумении жить Как я не дорожил им Сколько раз грешил против сердца моего и духа Жизнь дар Жизнь счастья Каждая минута могла быть веком счастья Клянусь, что я не потеряю надежду И сохраню дух мой и сердце в чистоте Я перерожусь к лучшему Федор Достоевский Есть книга, в которой сказано все Все лишено Книга Святая Божественная Книга Вечная Жизнь Вечность Это Евангелие Те истины, которые там даны Основание Евангелия Откровение истины последствия Любви и благодати Кто на вас произвел невероятное впечатление Может какая-то рота Может какой-то подвиг Может взять в совокупности все конфликты Вот все, если взять Может какие-то люди Вот которые вы сейчас Вот в памяти у вас На меня произвели впечатление Солдаты мотострелкового батальона 205-й бригады Которые уходили в город Зная, что их сейчас убьют Но они собирались Получали задачу Уточняли на карте и уходили Они прошли до комплекса Прорестных зданий Это было 12 или 11 августа 96-го года Но не все Они погибли в части И они знали, что они идут Конечно, конечно Вот все Сейчас они выйдут И попадут в мясорубку Ну а как? А вот так Это солдат русский Не имеющий национальность Он русский солдат Вот Коль такой боец Старший мальс-сержант Никифоров Вот он был ведомый В штурмовой тройке И вот они два этажа зачистили А на третьем этаже Он увлекся В атаке Ну, так бывает В полубой Увлекся бай А у него явки закончились для зачисток Он только выбивает дверь Прострел делает в кухню Очередь автомата И за стену прячется Раз ответа нет Ну, уровень чистый Он раз заходит туда И дверь Слева В комнату Ну, автомат Навскидку Вот так вот Ногой правой Я только успел перекреститься И на лбу Вот этот пояс Живые в помощь Ну, там Бог Слева Живые в помощь Севышнего По центру крест Понимали, что Живые в помощь Севышнего Это первые строчки Вот этого 90-го псалма Который Принято считать Охранительным таким И он Вбивает дверь И ногой становится В комнату То есть, как и выбивает дверь Автомат Так и становится В комнату И душа Раз огневой позиции С окна Поворачивается И упор Три метра От него до него Три метра И он цель Своему в лицо Я говорю Только глаза Успел закрыть Иисусову молитву Прочитать И выстрел Очередь Три пули Попадает ему В лоб И рикошет От пояса Живые в помощь Он под действием Вот этой ударной волны Падает На пол Ведом ведущий Подоспели Ну, шарап К ногам Пострелили Оглушили приклад Автомат Автомат Отбросили Раз Коля Подходит Ну, ты че Разлегся Давай нам еще Два этажа зачищем Они, ребят Че у меня За головой Че, крыша у тебя поехала Они видят Ничего нет Ни краю Ничего Три шишки Такие Три шишки А он расстает Да мне, говорит Это очередь В голову Да, кончай Это нам Мулаши тут Пешит Пойдем Вперед Ты два этажа зачищай И он зачистка Прошла Удачно Все Мы взяли К 12 часам Черноречия Так удачно Я говорю У меня Два трехсотых Только было Два раненых Вот в моей штурмовой Голупе 250 бойцов И Коля идет ко мне Или подходит Точнее ко мне И говорит Никифов Мастеран Он говорит Товарищ Кто Это сам Че ты Вот это И рассказывает Мне историю И я вот вроде Ну Вроде Верующий человек Прости Господа Я правда Не знаю Кто это Верующий человек Но тогда Здесь не явался Что такое можно Ну это явная Просто Невероятность Вот И я так молча Его выслушал Думал Может контузило Парня просто И он Такой Бред православный У меня пошел Вот И он Это самое Я говорю Ну хорошо Значит Калюнь Да Уже вечер был Завтра С утра Я тебя нахожу И мы идем В этот пятиэтаж Покашем А сам мысль Про себя рассуждает Значит По закону Баллистики Пули Когда 5.45 Попадает В преграду Соприкосновения Если она Под углом Летит То она Рикошетит 45 градусов И в объекте Куда она Рикошетит Она должна Оставлять Свои следы То есть Пуля там Пули должны Остаться А справа От колли Была стена Значит Ровно На уровне лба Эти три пули Расстояние Несколько сантиметров Друг от друга Они веером Вот так вот Расходятся Они должны Быть в стене Я ему не сказал А сам подумал Об этом Я был Если он говорит Правду Значит Я должен Найти эти пули И вот Поднимаемся Мы наутро Приходим Я такой Нисколько Не сомневаюсь В том Что я прав Что он На самом деле В каком-то Бреду Православном Находится Я такой Уверенный Я говорю Фома неверующий Прости меня Господи Боже Новоседный И вот я Поднимаюсь С ним Коля Говорю Ну этот Значит Какой Ну этот Это аж Квартира Эта Да Ну заходи Где ты стоял Он вот это Вот эта комната Вот Дух Тебя кровь Осталась От ног От раненого Чеченца Вот И говорит Ты где стоял Вот я Здесь стоял Я такой Молча Веду взгляд С ног Я так Молча С такой У меня Легкомыслие Такой Вот Безверие Я так Веду взгляд На уровне Лба И вправо На уровне И вправо И у меня глаза По 5 рублей И вижу Три пули торчат На стене И у нее ровно Прямо на лбу Вот в расстоянии Как пули 3 метра Вылетают Они так вот Веером расходятся Три вот так Три шишки На лбу И на поясе Живые в помощь Да и царапин Любой политик Должен любить людей Они не должны быть Стадо баранов Или число Номер 351 Там Стун В зале Нет Он обязан Любить людей И те люди Которые не любят людей Их надо пыром По копчику И на вылет Вот так Равно Как и Ну я не знаю Там Как тренер Не может Любить их Как детей Своих Это философ Это уже Понимаете Да ну А у нас идут Потому что он Ощущает себе Азарт руководителя Что он может Поруководить Сделать деньги Или что-то еще Нет Людей надо любить Люди Очень остро Реагируют на это Они сразу Откликаются Как она войне Как она войне Как она войне Давайте помогать детям Помогать тем Кому наверное меньше всего помогают Это детям Детям Донбасса Которые нуждаются В больницах В лекарствах В холодильниках В генераторах И во многом другом Вы можете Это привести К нам на склад Нам в офис Вы можете Перечислить Деньги Сегодня важно Не пройти мимо Наших детей Это наши дети Достаточно Того что мы Очень много Их убиваем Не понимая Что это Огромный грех Давайте Хотя бы Помогать Детям Которые Нуждаются В помощи Сегодня Не завтра А сегодня Спасибо Спасибо